Уважаемый Касымжумар Кемелевич, мы жильцы дома, расположенного в городе Павлодаре по улице Иссибайзакова, 133. Обращаемся к вам и хотим привлечь ваше внимание на самоуправство местной фирмы-застройщика ТО Олем ПВЛ. Дом по улице Иссибайзакова, 133, является участником государственной программы ипотечного кредитования 7-20-25, что, несомненно, вселило уверенность людям при покупке квартир. В процессе получения квартир возникли острые проблемы, которые мы не в силах решить самостоятельно застройщикам и местными исполнительными органами. Наш дом был введен в эксплуатацию в апреле 2019 года. При продаже квартир нам демонстрировали проект будущего жилого комплекса с пятью подъездами, огороженной территорией, детской площадкой в центре двора, 48 парковочными местами напротив и вокруг дома, с зелеными насаждениями и газоном. Этот дом выглядел, как мечта для паладарских семей, которые купились на красивую картинку и, как оказалось, пустые обещания. На сегодняшний день мы видим, что на месте зеленых насаждений и парковки возведем трехподъездный девятиэтажный дом, который закрыл с собой весь солнечный цвет во двор, сократил парковочные места и изначально отсутствовал в плане. Работы по подвалу и крыше не закончены на данный момент. Отсутствует насос для усиления давления воды. Лифт в эксплуатацию не введен. Жители вынуждены поднимать строительные материалы на руках. КПП отсутствует. Местные исполнительные органы не реагируют на наши обращения, прикрывая застройщика своим бездействием. Учитывая, что квартиры сданы в черновой отделке до 7 декабря 2020 года, застройщик ограничивал жильцам доступ к собственной квартире для осуществления ремонтных работ, установив график работы объектов в будни с 8.00 до 17.00, аргументируя тем, что дом не передан КСК. При передаче дома был составлен акт приема передачи. Застройщик отказывается в подписании, склоняя нас подписать акт в его варианте, где отсутствует гарантийное обязательство о завершении незаконченных работ. При отказе КСК и инициативной группы дома, застройщик, шантажируя отключением жизненно необходимых услуг, подачи воды и электроэнергии, настаивает на подписании акта приема передачи без гарантийных обязательств. Домом находится батальон дорожной патрульной полиции, который планируется переносом на другое место расположения. По предварительным данным, то ОЛЕМ ПВЛ планирует построить там еще один многоэтажный дом, что лишит окончательно жильцов возможности видеть солнечный свет. Застройщик не соблюдает условия, остановленные проектно-сметной документацией, лишая нас необходимости для проживания условий, а именно водных и тепловых счетчиков, канализационных колодцев в полном объеме. Вместо пяти поставили два. Парковочные места отсутствуют. С детской площадкой тоже вопрос непонятный. Работающих лифтов, готовых подвальных помещений и крыш. Еще одной острой проблемой стала установка радиомодульных счетчиков. ТО «Павлодар-Водоканал» отказывается опломбировать простые счетчики, ссылаясь на статью 92-8 Водного кодекса Республики Казахстан, Организация коммерческого учета воды. По данному вопросу мы письменно обращались к руководству застройщиков ТО «ОЛЕМ ПВЛ», прокуратуру города Павлодар и в РГУ Департамент комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан, жилищные инспекции. Наш вопрос остался нерешенным. В ответах ссылается лишь на Водный кодекс, закрывая глаза на то, что застройщик в рамках проектной документации должен был установить приборы учета самостоятельно. Большим уважением и надеждой на справедливость просим Вашего содействия в решении нашего квартирного вопроса. Спасибо.